Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Веселицы не будет, будет СИЗО. Мэра, который обещал публично вешать взяточников, во второй раз поймали на взятке. Сколько дадут? С ветерком, как дальнобойщик 5 километров, вез на капоте инспектора Укртрансбезопасности. Ищите женщину, британская полиция знает, как яд новичок попал в страну, кого обвинят. Игра в монополию. Еврокомиссия оштрафовала Гугл на 5 миллиардов долларов. За что? С чем боролся, на то и напоролся. Мэр одного из городов Львовской области, который обещал вешать коррупционеров, попался на крупной взятке. Полезет ли он теперь в петлю, если его вина будет доказана в суде, выясняла Галина Якушко. Мэр города Скола Владимир Москаль прославился тем, что планировал соорудить в городе Веселицу. Разместить ее предлагал в самом центре, прямо возле райадминистрации, вместо монумента рабочим. На воплощение идеи городоначальник обещал выделить собственные деньги – 30 тысяч гривен. На эту виселицу Москаль грозился отправлять коррупционеров, наркоторговцев и других преступников. Даже детальный план рисовал в эфире одного из каналов. Труба або двухтавр, який уже есть в мене присутствующий, то есть уже готовый. Значит, это скорже всего будет 4,5 метра. И вот тут на отстанке десь так 80 сантиметров петля з грубого тросу або металева, которая не может не причинить никакого травматизма. Мы берем тогда шнурок, за ноги подвешиваем сюда и бьем по заднице. Там 20 букев или 25 букев. Но реализовать свою затею мэру Сколы помешали правоохранители. Задержали Владимира Москаля при получении взятки. 68 тысяч гривен тот требовал у местного жителя за переоформление земельного участка. Сколевский город висловил противоправную вимогу гражданин Украины при встрече о необходимости перерегистрации права приватной власти на гаражное помещение, а также на земельную делью, на которой находится данное гаражное помещение, на матерь, которая близким родителем Сколевского городского города. А также оплату, в частности, сопроводных нотариальных послуг при выполнении права приватной власти на матерь подозрюванного. И это не первый коррупционный проступок городского головы Сколи. Несколько лет назад Владимира Москаля и юриста горсовета задержали при получении взятки на сумму 18 тысяч гривен. Тогда суд назначил Москалю 6,5 лет тюрьмы, но тот подал апелляцию. Заседание все время переносили и решение не вступало в законную силу. Мэр не только остался на свободе, но и продолжал управлять городом и, как выяснилось, брать взятки. По-прежнему ли Владимир Москаль готов воплотить идею о виселице для коррупционеров и понести на ней наказание первым неизвестно. Сейчас он в изоляторе. В ближайшее время Москалю изберут меру пресечения. Прокуроры настаивают на аресте. Мэру Скола грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Чтобы избежать подобных случаев коррупции среди чиновников, в строительно-архитектурной инспекции запустили электронную систему учета работ. Проект сегодня презентовали в Кабмине. По словам главы ведомства Алексея Кудрявцева, новая система упрощает сотрудничество с Минюстом. Теперь все нужно сделать дома, в режиме онлайн. Заходишь на сайт, вводишь кадастровый номер и вносишь данные. Нововведение касается как дач, так и частных домов не выше двух этажей. Запросы на застройку теперь тоже будут сортироваться автоматически. И новые подробности погони и перестрелки в Закарпатском Мукачеве. Я напомню, вчера в городе проводилась спецоперация силовиков. Что стало ее итогом? Давайте узнаем. Задерживали одного из наркоторговцев в Мукачеве во время контрольной закупки опия. Когда злоумышленник понял, что происходит, пытался бежать. Тогда и началась погоня. Наркоторговец летел по улицам города, тараня автомобилей ни в чем не повинных людей. Чтобы его остановить, полицейским пришлось открыть огонь. Прострелили колеса машины беглеца и задержали его. Подозревают, что он один из участников группировки, которая организовала поставку наркотиков из Венгрии в Украину. Впродовж квитня-липня 2018-го року документировался факт заняття мешканцями Закарпатской области, именно в городе Мукачеве и приближенных мест до кордона, которые, в принципе, завозили за кордоном наркотическую лечебную опий-сереть, которые в дальнейшем выготовляли и реализовывали. Правоохранители провели более 20 обысков в Мукачеве и других городах области. Нашли оружие, пистолеты с глушителями, ножи, деньги, наркотические вещества. Примечательно, что одно из мест, где преступники прятали свое добро, простые камеры хранения в супермаркетах. Прибыль от продажи наркотиков составляла десятки миллионов гривен. Но только за три месяца оперативной работы в Закарпатии удалось закупить у преступников 150 тысяч доз. Взагалом масса вылученных опий-сереть целей 7,5 килограмм. То есть на черном рынке вартость складает понад 15 миллионов гривен, чтобы оно дошло уже до наркозалежности России, до древних распространяющих. Имена закарпатских наркобаронов пока не разглашают. Правоохранители не уточняют, сколько именно человек задержали, но говорят, что не менее пяти. За незаконное производство, реализацию и хранение наркотиков задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Марина Ковадьюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Количество пострадавших в результате массового отравления в детском лагере «Орленок» возросло на больничных койках в Донецкой области уже 94 человека, среди них 79 детей. Об этом сообщает Госпродпотребслужба. Во время проверки в лагере обнаружили множество нарушений. Это и неправильное хранение продуктов, и несоблюдение гигиены, и норма санитарной обработки посуды. Сейчас идет следствие, лагерь закрыт. Жизни ребят, к счастью, ничего не угрожает, и некоторых уже даже выписывают. Порушение, прежде всего, таки, что лекарь, до которого вернулись эти дети, вона никак не отреагировала на то, чтобы выключить шепотку допомогу. Это дети были и 39 температура, и 40, и 9 температура. Директор закладов тоже не отреагировал никак. И на 17 липня, уже на ранок, было таких 16, уже 40 детей. И потом, когда приехал уже менеджер, который орендует этот заклад, и на 8-й год, 17 липня, он начал уже выключать шепотку. Анализы подтвердили, что причина отравления детей в лагере, это дизентерия зоны, об этом сообщает Минздрав. У 18 из 94 пострадавших подтвердился именно этот диагноз. Также удалось установить, что первый случай, еще 15 июля, зафиксировали у работника пищеблока, а уже потом начали болеть дети. А вот чем отравились школьники на линейке в Черкассах, до сих пор непонятно, хотя прошло уже более двух месяцев. Я напомню, 8 мая в одной из школ города, прямо во время линейки, дети и взрослые начали терять сознание. К медикам обратились около ста пострадавших. Тогда врачи поставили диагноз – острое отравление неизвестным веществом. Но что это за вещество, откуда взялось, в прокуратуре до сих пор сказать не могут. Принято процессуальное решение. Без крупных калибров боевики сегодня пять раз открывали огонь в сторону украинских позиций. Использовали в основном автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Горячие точки на карте – это Крымская, Светлодарск, Луганская и Лебединская. На участках, где пока тихо, бойцы укрепляют позиции. С военными пообщался Игорь Левенок. Луганщина. Передовые позиции украинских войск недалеко от оккупированного Славяно-Сербска. Сейчас здесь царит относительное затишье. Но солдаты говорят, в такой период активно работает вражеская разведка. Двое бойцов у пулемета. Оба с казацкими чубами, похожи как две капли воды. Руслан и Антон Коваленко – отец и сын. Родом из Чигирина. История нашего рода тянется еще давно, еще с казацких времен. Коваленко старшему, Руслану – 45, младшему Антону – 21. Воюют уже не первый год. Сначала защищать Украину пошел отец в 15-м году. Все, закончилось, братарство. Ножа в спину, брати не сунут. За плечами у Руслана тяжелые бои за Дебальцево и на Светлодарской дуге. Ранена рука, осколки в теле. Одни тут вытянулись, локти и тут два. А спина? И спина. Спина. После чего? Да, 42 осколки в Пислу. Через год на фронт попросился и сын. Парень тоже понюхал пороху под Мариуполем. До этого лета отец с сыном воевали в разных бригадах, даже на разных направлениях фронта. Но в итоге командование разрешило им служить вместе. Сейчас Антон за пулеметом, а отец ему помогает. А что отец сказал, когда узнал, что ты там хочешь тоже повоевать? Ну, он сказал, что гордится мной. Вы не заперечивали? Это волевое решение. А вот с этой реликвией отец и сын не расстаются даже в окопах. Знамя холодного яра. Там погиб их предок, прадед Антона. Поэтому к давнему врагу мужчины имеют личные счеты. Спорят, кто первый бросится в бой. С Луганщины Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. У Олега Сенцова снова проблемы с сердцем. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе. Несмотря на состояние здоровья, режиссер не намерен прекращать свою голодовку. От реанимации он отказался. А чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, принимает минимальное количество специальной смеси. Олег Сенцов голодает уже 67-й день. Он требует освобождения всех украинских политзаключенных. Я напомню, российский суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. Международный комитет Красного Креста продолжает налаживать быт жителей при фронтовых зонах. При Азове стартовала программа микрофинансирования. Что он на себя включает, разбирался Геннадий Вивденко. Здесь когда-то был элитный поселок. Тут были дачи состоятельных жителей Мариуполя. Местные занимались домашним хозяйством. Теперь здесь осталось всего лишь десяток жителей. Но им тоже надо как-то помогать. И причем самым элементарным. Жительница поселка Водяная Людмила радостно демонстрирует новое орудие труда для своего прифронтового огорода. Лопата какая-то у вас особенная? Да. С нержавейки, по всей видимости. Такой копали куда-то? Нет, такой не копали. Вы знаете, здесь муж говорит, что это с бука ручки. Даже не с простого дерева, а с бука. Так их только в музей надо. А не работать. Инструменты привезли сюда волонтеры Красного Креста. Мужу Людмилы подарили трех баранов. Василий теперь будет разводить этих животных. Яша умный баран. Ну, думаю, чтоб зачал барашечек, ярочек, сделал с женами. Вот. И потом на мясо. Вот. Ну, то есть собираете, чтоб приплод был? Да, 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 да. Такая гуманитарная помощь для развития индивидуального сельского хозяйства очень уместна здесь. Потому что на работу ездить отсюда жители не могут. У Николая 30 коз. Помогли ему. Привезли доильные аппараты и корма. Я им до земли кланяюсь. Вы что? Во-первых, аппарат привезли. У моей жены уже руки отказывали доить коз. Да вообще Красный Крест я не знаю. Это, наверное, Бог послал, что ли. А у Зои всего три козы. Остальные семь убиты осколками во время вражеских обстрелов. Животные и сейчас чутко ощущают приближающийся обстрел. Уже смотришь на них, как они. Если из дома убегают, то значит будет прилет к дому. Ну, в подвал залазишь, сидишь. В поселке действительно опасно. Месяц назад Геннадий был ранен на собственном огороде. А он разорвной, осколочный. То есть только выстрел и, в смысле, грохот. Потом я почувствовал по пояснице, как будто меня доскоят сама. Красный Крест – единственная организация, которая ездит сюда. Поселок – зона боевых действий, поэтому закрыт для всего остального мира. Мы стараемся как-то реагировать очень быстро, если что-то случится. Так как это очень уязвимые люди. И поэтому мы должны еще и более внимания обратить на него. Подобную программу в Красном Кресте планируют начать еще и для местных рыбаков. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал «Интер» из Донецкой области. ЕС обеспокоен шпионским скандалом в ОБСЕ. В Евросоюзе хотят тщательные проверки относительно возможной утечки данных специальной мониторинговой миссии в Украине. В ОБСЕ уже пообещали провести внутреннее расследование. Ранее, я напомню, немецкий канал АРД сообщил о возможном шпионаже в рядах миссии на Донбассе, в результате которого внутренние документы попали в распоряжение ФСБ. Прогресс в расследовании отравлений новичком в Британии. Скотланд-Ярд вышел на след подозреваемых. Их засекли на камерах наблюдения. Сколько людей замешано в преступлении, какие новые подробности дела стали известны, узнаем от нашего британского корреспондента Светланы Чернецкой. Детективы британской полиции предпочитают держать детали расследования в секрете. Но благодаря пронырливым журналистам появляется новая информация о прогрессе в деле об отравлении новичком. На данный момент известно, что к преступлению причастны 6 человек. Они попали на видео наружных камер наблюдения. И в этой группе была одна женщина. Именно она и отвечала за транспортировку опаснейшего нервно-паралитического вещества. Яд-новичок находился во флаконе для духов. Это действительно идеальный флакон для транспортировки. Он безопасен для исполнителя, не вызовет подозрения в аэропорту. К тому же с помощью распылителя яд можно было легко нанести на дверную ручку дома Скрипаля, а потом просто выбросить. Случайное отравление двух британцев Дон Стерджес и Чарли Роули сослужило хорошую службу для предыдущего расследования. Покушение на бывшего двойного агента Сергей Скрипаля и его дочь. Преступники, похоже, просто выбросили флакон с ядом после применения. И эта ошибка стала бесценным следом для детективов. Дон Стерджес, скорее всего, надушилась содержимым найденной бутылки. Она единственная из четырех жертв отравления, скончалась от большой дозы новичка. Друг Стерджес, Чарли Роули, все еще в тяжелом состоянии после непрямого контакта с ядом. Стало известно и о попытках российских хакеров взломать компьютер Скотланд-Ярда, чтобы достать подробности расследования. Впрочем, Москва отрицает любую причастность и требует допуска до этого дела. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. О необходимости господдержки сельского хозяйства сегодня заявил Владимир Гройсман. Премьер побывал на фирме по изготовлению продукции из козьего молока в Киевской области. Гройсман сказал о том, что Украина должна делать ставку именно на такие производства. И чем больше их откроется, тем больше появится рабочих мест. А госсубвенции в сельхозсферу будут только увеличиваться, по словам премьера. Для Украины, для украинцев, для нашей экономики. Аграрный сектор имеет важное ключевое значение. Через механизмы поддержки, которые мы создали в рамках аграрных программ, по строительству ферм, по поддержке и восстановлению поголовья, по восстановлению генетики, по растениям, по садам. Это весь комплекс заходов, который мы направим на то, чтобы предприятие стало больше, на селе работы стало больше, чтобы мы больше производили продукции, не только как сирование экспортировали, а и переработали в украинских селах. Между Буркина-Фасо и Намибией за три года Украина опустилась на 61-ю позицию в рейтинге стран по индексу эффективности логистики. Теперь наша страна занимает 80-е место. Главная причина такого рискового падения – это коррупция и война. По мнению парламентариев, Украина терпит миллиардные убытки. Только на перевозках она могла бы заработать до 20% ВВП. Кризис в сфере вызвал безработицу в портах и задолженность по зарплатам. В частности, долг перед работниками Ренинского морского порта составляет 3 миллиона гривен. В Ренинском порту вообще катастрофическая ситуация. И порт был вынужден продать два портовых храна для того, чтобы погасить задолженность по зарплате. Следующим шагом руководство анонсирует возможные сокращения, что недопустимо, потому что для Рени порт – это градообразующие предприятия. И людям просто некуда будет пойти работать. Фактически потерян транзит. Транзит ушел в Румынию, ушел в Болгарию, ушел в Беларусь, в ту же Россию. Виной этому абсолютный непрофессионализм власти и коррупция. После победы на выборах мы особое внимание уделим именно восстановлению нашего транзитного потенциала, портовому хозяйству, железной дороге, которую сейчас разваливают, автомобильным дорогам. Почти восемь десятков ДТП за девять лет в одном и том же месте. На международной трассе Киевчок находится один из самых аварийно опасных участков в Украине. Почему там гибнут люди, выясняли наши корреспонденты. Вот перевернулся рейсовый автобус полусотни человек внутри. Семеро пассажиров получили травмы. Не успели вытащить из кювета автобус, как туда на скорости влетел внедорожник. В этом ДТП погиб чиновник из столицы. А это уже фура наехала на велосипедистку и перевернулась. Мать троих детей в тяжелом состоянии попала в реанимацию. Все эти аварии произошли в июле в одном и том же месте. На повороте в село Птыча Ривненской области. Жители села называют его поворотом смерти. Тут аварий очень много. И даже, ну как не каждый день, то через день это тоже. Очень много аварий, очень много жителей забирать. В этом месте после крутого поворота дорога со стороны Львова в направлении Киева из четырехполосной трассы переходит в двухполосную. Несмотря на многочисленные предупредительные знаки, многие водители несутся на полной скорости и слетают с дороги. В 2012 году было сделано в эксплуатацию после реконструкции данной дороги. За этот период времени зафиксировано 77 дорожно-транспортных пригод, из которых 26 с потерпелем, в которых 10 человек погибло, и 50 получили травмы. Эту дорогу реконструировали к Евро-2012, сдавали в сжатые сроки, о безопасности автомобилистов тогда не позаботились, говорят патрульные. Поворот сделали слишком крутым, вписаться в него на скорости практически невозможно. Если бы он был плавнейший, автомобили бы просто съезжали, и это могло бы привести лишь до похудения транспортных заседей, або до незначных телесных похудений. Этот участок дороги обслуживает дубинский филиал «Автодора». Его руководителю после очередной аварии патрульный вручает предписание и протокол об админнарушении. Это уже десятый такой документ. Будет указано, что восстановить дорожно-транспортные металевые ограничения, в соответствии с существующими государствами ДСТУ, и отсыпать данную площадку дороги, уменьшить ковет. После визита патрульных в «Автодоре» решили обезопасить поворот и засыпали ковет песком. Своей вины в большом количестве аварий на этом повороте дорожники не признают. А вот специалисты утверждают, чтобы обезопасить движение, этот участок дороги нужно выровнять. Но это дорогостоящий проект. И средств на реконструкцию пути в обл «Автодоре» не предусмотрено. Есть дорога, которая была спроектована не нами, которая была спроектована столичными экспертами, которая строилась до Евро-2012. Она спроектована именно таким образом, именно с этим поворотом. А сейчас то, что может сделать обл «Автодор» и другие подрядные организации, это уменьшить травматизм. А пока в «Автодоре» решают, что делать с поворотом смерти, водителям необходимо в этом месте максимально сбавлять скорость. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал «Интер», Ривненская область. В Черновицкой области водитель фуры прокатил инспектора Укртрансбезопасности на капоте. А инспектор в это время умудрился вызвать полицию и рассказать, куда едет. Как выяснилось, водитель грузовика пытался сбежать от инспектора, но он преградил машине путь и запрыгнул на капот. Дальнобойщик нажал на газ, так они проехали почти 5 км на скорости около 70 км в час. Водитель остановился только на стоянке для грузовиков, выскочил из кабины и убежал. Когда патрульные его нашли, он прятался в кустах. Свой поступок объяснить не смог, инспектор не пострадал, а на водителя составили админпротокол. Комитет по вопросам соцполитики сегодня встретился с представителями исполнительной власти. Обсудили и перерасчет пенсии, и стоимость проезда для киевлян. Как заявил исполняющий обязанности главы этого комитета Сергей Каплин, с новыми завышенными ценами на проезд нардепы намерены бороться. Мы посчитаем, сколько простому человеку, который проживает в Киеве, придется выложить за одну поездку в центр города, на окраину города назад, то это за день может перевалить и за 70-100 гривен. Где эти деньги у бабушки? Где эти деньги у простого рабочего? Я как народный депутат обратился в суд, окружной суд города Киева, с требованием ликвидировать новые тарифы по 8 гривен на проезд. Я считаю, что киевляне все-таки, несмотря на чуть большую заработную плату, чуть большее количество рабочих мест, живут так же тяжело, как и в других людях в других городах. И они имеют право на социальный проезд прежде всего. В профильном комитете также подняли тему соц. обеспечения, а именно вопрос льгот. Я напомню, депутаты от ОПО-блока давно боролись за компенсации для чернобыльцев. И на днях стало известно, что борьба этого венчалась успехом. Положительное решение принял Конституционный суд. Суд в полном объеме удовлетворил по моей инициативе требования всех депутатов оппозиционного блока с тем, чтобы восстановить в полном объеме льготы, компенсации, положенные по законам нашим чернобыльцам. Восстановить полностью четвертую категорию, восстановить льготы третьей категории, второй и первой категории, то, что было отменено в 2015 году. Два с половиной года люди ждали этого решения. Теперь мы требуем от правительства в кратчайший срок обеспечить финансирование всех компенсаций, всех льгот. Два месяца за решеткой, без права залога. Апелляционный суд Львова оставил в силе предыдущее решение о досудебном аресте одного из нападавших на лагерь ромов во Львове. После инцидента шестерых злоумышленников поймали, четверо сейчас в СИЗО, двое, которые содействовали следствию под домашним арестом. За рассмотрением этой апелляции наблюдали мои коллеги. Ярослав Пужила, который вместе с группой несовершеннолетних напал на табор ромов во Львове, останется в СИЗО как минимум еще на месяц. Служители Фемиды приговорили его к двум месяцам ареста без права залога. Но адвокаты сегодня попытались обжаловать это решение. Поскольку парень несовершеннолетний, заседание проходило в закрытом режиме. Мы считаем, что подозревания в данном случае могут уникнуть криминальной ответственности, намагаться уникнуть криминальной ответственности и скрыться от органов досудового следствия и подальше не скрываться от судов. Это основный риск. Далее мы очень серьезно рассматриваем риски, очень серьезно ставимся к риску того, что подозревания смогут снищивать и приховывать те доказы, которые может установить орган досудового расследования в будущем. На лагерь Ромов во Львове напали в ночь на 24 июня. Жестокую резню устроили обычные школьники. Во время погрома тяжело ранили четырех человек, в том числе десятилетнего мальчика и женщину. А один человек погиб. Палили бодьку и ножи сюда, туда. И все, и били вон раз меня. Упала я, да? Ножи было его, молоток. Как оказалось, школьники готовились к нападению тщательно, рисовали план захвата лагеря и пути отступления. Также составили список участников. Все они состояли в неофициальной группировке «Трезвая и злая молодежь». В свой офис оборудовали в гараже неподалеку от ромского табора. В помещении полиция нашла неонацистскую символику. Этот случай всколыхнул не только Украину, но и все международное сообщество. Пресс-секретарь Генсека Европы написал в Твиттере. Нас ужасает то, что в этот раз убили человека. Ксения Барвиненко, Галина Якушко. Подробности. Телеканал Интер. Петр Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев. С такой инициативой президент выступил, принимая верительные грамоты посла Марокко в Украине, Эль Фаус Ашаби. Порошенко надеется, что страны будут сотрудничать активнее. Причем не только в рамках двусторонних отношений, но и в Организации Объединенных Наций. Иллюзия Шенгена. Власти Баварии в разгар летних каникул и отпусков ужесточили проверки на границы с Австрией. Особенности пограничного контроля по Баварске. В материале Татьяны Лагуновой. Еще не на замке, но уже под усиленным контролем. Власти Баварии решили взять проверки на границы с Австрией в собственные руки. Выделили полтысячи полицейских, разбили их на мобильные группы. И разрешили стражам правопорядка проверять документы на любых участках границы. Проверок будет больше и они будут более эффективными. Это не будет классический контроль на трех основных пограничных переходах. Группы будут постоянно менять дислокацию. Таким образом мы хотим послать четкий сигнал. Попытки нелегально попасть в Баварию не имеют смысла. Полномочия баварских полицейских, впрочем, ограничены. В их компетенции выявить нарушителей государственной границы. Ну а потом сразу же передать их в руки полиции федеральной. А уже она будет решать, что делать дальше. Согласно договору с федеральным правительством, если мы задержим человека, который не имеет права въезжать на территорию Германии, мы передадим его федеральным полицейским, а они уже вернут его назад в Австрию. А вот оппозиция считает инициативу баварских чиновников бессмысленной тратой денег и ресурсов. И обвиняет их в попытке заработать политические баллы накануне выборов в земельный парламент. Дескать, нелегально пересечь границу на баварском участке. Пытаются не более пяти человек в день и бросать на их поимку. Полтысячи полицейских. Немного перебор. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Передумали? Испанский Верховный суд отменил международный ордер на арест шести каталонских политиков, среди которых и бывший президент журналистета Каталонии Карлос Пучдемон. Я напомню, в конце марта этого года политика задержали на территории Германии на основании ордера Испании. В нем было два обвинения в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. В итоге немецкий суд отказал в экстрадиции Пучдемона по делу о подготовке к восстанию, но разрешил выдать его по статье о финансовых злоупотреблениях. Райнер отменяет рейсы. Европейский лоукостер отказался от 600 перелетов 25 и 26 июля. Это решение коснется почти 50 тысяч пассажиров, которые уже забронировали билеты. Причина – угроза забастовки бортпроводников в Бельгии, Португалии, Испании и Ирландии. Сотрудники Райнер добиваются повышения зарплат и улучшения условий труда. Руководство компании считает требования подчиненных необоснованными. Нет цифровому сговору. Еврокомиссия выставила компании Google рекордный штраф 5 миллиардов долларов. За что поплатился технологический гигант? Узнаем от Ирины Ивановой. Она в Брюсселе. Таких огромных штрафов европейский антимонопольный регулятор еще никогда не выписывал. Это примерно как бюджет ООН на следующие два года. Компания Google должна выплатить эту сумму за злоупотребление доминирующим положением смартфонов на операционной системе Android. Операционная платформа с логотипом зеленого человечка одна из самых популярных в мире. Она установлена примерно на 80% смартфонов. Система принадлежит компании Google, которая разрешает производителям бесплатно ее использовать, но с небольшим условием. На все устройства по умолчанию должны быть установлены поискови Google Chrome и еще десяток приложений компании. Более того, Google финансово поощряет производителей устройств и мобильных операторов за предустановку своего поискового сервиса как единственно доступного и всячески препятствует выпуску гаджетов с альтернативными версиями Андроида. В этом-то Еврокомиссия и увидела нечестную конкуренцию. Еврокомиссия решила оштрафовать Google на 4 миллиарда 340 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС. Google прибегала к незаконным мерам, чтобы укрепить свое господствующее положение на рынке поисковых систем. Она должна прекратить эту практику в течение 90 дней или ее ожидают дальнейшие штрафные санкции. Несмотря на внушительную сумму для холдинга «Алфабет», который принадлежит Google, штраф не такой и большой. Активы компании составляют 177 миллиардов долларов. Но там легко сдаваться не намерены и обжалуют решение регулятора. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2,5 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Обжалование штрафа продолжается до сих пор. Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Дональд Трамп уже отреагировал на этот рекордный штраф Еврокомиссии. Американский президент на своей странице в Твиттере сообщил, что Европейский Союз использует США для своих целей и добавил, что такие действия ЕС долго продолжаться не будут. И там же в Твиттере Трамп сообщил, что рассчитывает на вторую встречу с президентом России для реализации договоренностей по вопросам, которые обсуждались на первых переговорах. Но все эти договоренности намереваются разрушить в Конгрессе. Кроме того, уже подали законопроект о санкциях в связи с Северным потоком-2. Что в документе, какие шансы, что он пройдет, все выяснил Дмитрий Анопченко. Не дожидаясь, пока Дональд Трамп объяснит, о чем именно он договорился с Путиным в Финляндии, Конгресс идет на опережение. Увидев по телевидению пресс-конференцию в Хельсинки, сенатор из Вайоминга Джон Бараса в срочном порядке написал законопроект о санкциях против новой газовой идеи России. Мы уже видели, как в прошлом Россия использовала газ. Русские ведь могут сказать своим потребителям, делайте, что мы сказали, или закрутим вентиль, перекроем газ. Какие именно гарантии Трамп дал Москве, до конца непонятно. Но на пресс-конференции в Хельсинки Путин сообщил, Трамп выступал против Северного потока-2, Россия предложила гарантировать транспортировку газа через Украину и подписать новый договор с Киевом на этот транзит, если штаты препятствовать проекту не будут. Лишить главу государства возможности для маневра и хотят сейчас конгрессмены. Ведь если будет принят закон о противодействии, президент не сможет решать этот вопрос по своему усмотрению. Наберутся ли голоса? Вполне вероятно. Ведь автор документа не популист и не новичок в коридорах власти. Однопартидец президента, четвертый по рангу республиканец в Сенате, и главный его аргумент – защита союзников США, в том числе и Украины. Россия вторглась на восток Украины. Россия захватила Крым. Если она теперь получит новый газопровод, по которому будет экспортировать свой газ, то перережет поступление денег от транзита таким странам, как Украина. Ей уже и так газ перекрывали и в 2006, и в 2009, и в 2014. Предложение сенатора Бараса пока только законопроект. Но в Сенате многие отнеслись к нему серьезно. Ведь здесь хватает и тех, кто хочет для президента Трампа рамки определить, и тех, кто заинтересован в развитии проектов экспорта американского голубого топлива, и тех, для кого Россия противник, и газовый вопрос, и вопрос строительства второго северного потока для всех этих самых разных политиков и может стать точкой пересечения интересов. Если, конечно, Дональд Трамп не сделает ответный ход. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Мощный взрыв прогремел в центре Нью-Йорка, в районе Манхэттена. Пострадавших пока не сообщается. По словам очевидцев, взорвалась труба теплосети. В результате большую часть улицы окутал густой пар. На место инцидента выехали бригады пожарных и скорой помощи. А городские службы предполагают, что авария приведет к временному перекрытию улицы и, как результат, к пробкам на дорогах. Кто из французских чиновников избивает участников демонстрации? За что британский певец отсудил у BBC почти 300 тысяч долларов? И насколько надежны автомобильные детали из мусора? Обо всем этом прямо сейчас. Скандал во Франции. Местные СМИ опубликовали видео, на котором советник президента Эммануэля Макрона Александр Беноля избивает демонстранта. Это на Парижской площади Контрескарб во время первомайской акции. После инцидента его отстранили от работы, а сейчас чиновник уже на другой должности. Обеспечивает безопасность на мероприятиях в Елисейском дворце. Facebook не будет удалять сообщения пользователей, в которых отрицается Холокост. Основатель соцсети Марк Цукерберг добавил, что считает отрицание Холокоста оскорбительным, ведь сам является евреем. Цукерберг считает, что пользователи Фейсбука, пишущие подобные сообщения, не правы, однако не видят смысла удалять эту информацию из соцсети. Британский певец Сэр Клифф Ричард отсудил у BBC 274 тысячи долларов. Он выиграл суд в деле о нарушении его личной жизни. В 2014 году журналисты BBC сняли репортаж о полицейском рейде в его доме. Все произошло из-за того, что на Ричарда подал в суд мужчина, который утверждал, что в детстве тот изнасиловал его. Вскоре певца оправдали. Теперь журналисты BBC будут оспаривать решение. В польском Врославе группа артистов из Танзании показала постановку в защиту прав альбиносов, людей, у которых отсутствует пигментация кожи. 8 из 10 участников группы альбиносы. За последние 12 лет в Танзании зафиксировано 170 случаев нападения на таких людей. В планах у артистов выступления по всему миру. Родственники Нельсона Манделлы опубликовали его неизвестные рисунки. Бывший президент Южноафриканской республики создал их на пенсии. На рисунках природа и животные, списанные с окрестностей города Куну, который Манделла называл своим духовным домом. Они выполнены древесным углем и пастелью. В американском штате Висконсин женщину на велосипеде чудом не раздавил разводной мост. Она не обратила внимания на красный сигнал, проехала шлагбаумы и упала между конструкциями моста. Оператор вовремя стоп, а прохожие помогли женщине выбраться из образовавшейся щели. Молнию с расстояния около 30 метров снял житель американского города Чиколи в штате Массачусетс. Мужчина снимал на телефон грозу с крыльца дома. Когда же молния ударила неподалеку, сбежал. А в фейсбуке написал «Выжил, потому что повезло». Инженеры из Венесуэлы создают детали для автомобилей из мусора. Они ищут пластиковые предметы на свалках, переплавляют их, а потом отправляют в 3D-принтер. Он и печатает нужные элементы. Разработчики технологии рассказывают, таким образом хотят помочь местным производителям, которые зависят от дорогого импорта. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова